Друзья, всем привет! Вы снова не поверите, но это обзор на обыкновенный топор. Относительно обыкновенный топор, который продается во всем мире, в том числе и в России, и в США, от китайских производителей. Вот сорвана этикетка, вы здесь можете узнать тот самый псевдобренд, типа канадский, ну не будем его называть. Это смех да и только, но само качество топора достаточно приличное. То есть заточка хорошая у топора. Про пилу я показывал, которая тоже китайского производства для международного рынка. Также и вот этот вот топор с файброглазовой, или как она, файброглазовая рукоятка. А, не, не файброглазовая, а пластиковая рукоятка. Я не знаю, короче, как она правильно называется, я забыл, вернее. Крепкая, с прорезиненной ручкой. Топор стоит 600 рублей. Это не реклама, но просто совет на нашем канале, как всегда, о годных и негодных вещах, стоит ли брать или не стоит. Говорю сразу, стоит. Не как эксперт, а как пользователь, и как совет всем мужикам, кто владеет инструментами, или хочет рассматривать покупку себе инструментов. Давайте посмотрим, как он рубит. Вон доска, я в торец ее сейчас буду рубить. На щепке, надо разжечь огонь. Вот так вот он рубит. Приятно достаточно. Если сравнивать его с обыкновенным топором, этот классный топор меня вштыривает. Он, потому что не вылетает топорище, он тут запаянен. По весу приятный, заточка хорошая. Да, он подржавел. Я хотел новый вам показать, ну ладно, покажу, как есть. И вот такая эргономичная ручка, приятно рубит за 650 рублей. То есть это даже не Fiskars, не Stanley, не супер там какие-то бренды. Вот такое. Вообще это ноунеймовский топор. И такой топор ноунеймовский для разных фирм, в том числе и именитых брендов, может производиться и 100% продается даже в США. Так что те, кто кричат китайщина, не китайщина, в США тоже все продается. Именно из Китая. В данный момент. Потому что Китай это глобальная международная фабрика. Ну на этом все. Вы видели, как рубит этот топор. Всем пока.